Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики канала «Заметки нумизмата». Сегодня в студии с вами я, Алексей Шуйков, руководитель нумизматического проекта «Полк Полушкин». Этим сегодняшним нашим выпуском я бы хотел начать серию передач, посвященных рублевым портретам государя Петра Алексеевича, Петра I. Постараться рассказать вам об основных видах и отличиях рублей Петра, по возможности раскрывая некоторые стороны и нюансы портретного, вензельного и гербового исполнения того или иного типа. Я уже неоднократно касался этой увлекательнейшей темы в публикациях на страницах отечественных и зарубежных изданий. Мне кажется, что в видеоформате история Петровского рубля, история его изменений будет принята вами так же тепло, как и в печатном варианте. И мы начинаем знакомство с самым первым Петровским рублем, причем первым не только для этого императора, но и для всей России в целом. Важность этой монеты, пожалуй, трудно переоценить. Я говорю не с точки зрения нумизмата, любителей истории. Значимость этого рубля в том, что именно он стал основой новой для России монетной системы. Системы, которой мы пользуемся с вами до сих пор. Номинал рубль до введения Петровым новой денежной реформы существовал именно как номинал, как понятие. Реальной монеты с таким названием в денежном обращении никогда не было. Если не считать, конечно, брубль Алексея Михайловича, но история этой провальной затеи с предчеканкой европейских талеров в русские рубли заслуживает отдельного рассказа, к которому мы когда-нибудь обязательно вернемся. Можно, наверное, назвать предтечью рубля ефимок с признаком. Но и то тоже весьма условно, так как он не являлся рублем по сути. Его ценность составляла 64 копейки, а реальный курс 50 копеек. Широкого распространения на основной территории России он так и не получил. А в привычных ему местах хождения, нынешней Украины и Белоруссии, продолжал, несмотря на начеканку, приниматься и восприниматься как простой талер. Но и пробный рубль батюшки Петра Первого и начеканенные талеры были всего лишь не вполне удачными попытками вывести на арену денежных расчетов крупный монетный номинал. А по-настоящему полноценный рубль, как самостоятельная денежная единица, основа российского финансового обращения, впервые увидел свет в 1704 году. Считаю важным добавить, что младшие номиналы новой реформы, полупалтийники, полтины, появились чуть раньше, в 1701. Прообразом и основой для портретного изображения на этом рубле, на Первом, послужила медаль, посвященная победе русского войска над шведами в Ливонии. Автором как медали, так и последующего за ней рубля был русский имгравер Федор Алексеев. Прошу не путать с известным художником 18 века Федором Алексеевым, жившим и работавшим на полвека позже. Ну, конечно, композиции, рисунки и технологии изготовления первого рубля были далеки не только от одеяла, но и от какого-то сравнения с монетами, что чеканили в Европе. Что, впрочем, неудивительно. Европейские монетные дворы как минимум полтора века уже чеканили тайлеры, точнее, даже более тирольцы пользовались крупной серебряной монетой с 1484 года. В то время как в России в связи с нехваткой серебра и несколько отличающейся в силу многих причин монетной системой, старыми средневековыми методами изготовляли проволочную копейку-чешую. Но, несмотря на огрехи изготовления и спорную композиционную составляющую, рубль работы Федора Алексеева стал важнейшим шагом, ступенью на пути к преобразованию России, задуманной Петром. Рассмотрим детально и подробно эту монету, заодно указав на некоторые возможные штемпельные отличия, которые могут встретиться при сравнении нескольких экземпляров такого типа. Итак, общая информация. Рубль Петра I. Первый тип. Начало чеканки 1704 год. Место чеканки Москва. Кадашевский и Красный монетный двор. Кадашевский ставил под гербовым орлом метку МД. Гравер Федор Алексеев. Штемпеля своим знаком не клеймил, по некоторым сведениям резчик был безграмотным. Приблизительно усредненная проба серебра 833, вес с существенными отклонениями в районе 28 грамм, диаметр около 42-43 миллиметров, также с заметными отклонениями. Бурц гладкий. Нередкие экземпляры с отчетливо видимым сторонним изображением. Это результат перечеканки из стайлеров. Портретная сторона Аверс несет на себе довольно условное и примитивно выполненное изображение царя Петра. Портрет погрудный, заключенный в легенду. Царь Петр Алексеевич, сия России-поведитель. Лицо Петра на портрете молодое, безусое, взгляд в силу невеликих. На тот момент способности гравюра невразительный. Одет государь в нечто условное назвать, которое можно кафтаном с вышивкой. В разных штемпельных вариантах узоры на одеянии Петра различаются своим видом, равно как отличаются формы прически и расположение завитков кудрей. Проще сказать, что портреты на разных штемпелях абсолютно отличны. Сохраняется лишь общая стилистика и форма основных линий. Надпись легенде богата вариациями размера и начертания букв. Гербовая сторона также имеет круговую надпись, которую сверху разделяет корона Орла. Монета добрая, цена рубль. 1704 или 5 год прописан кириллицей. Нередко встречаются ошибки в словах, а довольно интересный брак, перевернутый в обратную сторону буквой Е в дате 1705 года, пользуется большой популярностью среди нумизматов-любителей. Вариантов Орла тоже множество. Наиболее сильно бросается в глаза и является основными различиями в исполнении хвоста двуглавой птицы в форме короны, закрытая, открытая, низкая и державы. Сам Орел в целом также имеет множество различных форм, схожих разве что в общих контурах и стилистике исполнения. То есть так же, как и в случае с портретом. И вот что интересно. После 1705 года Алексеев перестает выступать как портретный гравюр. Его место занимают иностранные мастера – саксонец Герхот Гаупт и француз Соломон Гоэн. Они создают свои самобытные оригинальные портреты Петра Алексеевича, тем самым добавляя своими работами вклад в историю и кинографии русской нумизматики. Творческая деятельность Герхот Гаупта начинается прослеживаться на московском монетном дворе с 1704 года. А в 1707 году появляются рубли, несущие на себе портрет Петра и его работы. В каталоге Михаила Дьякова выделено четыре разновидности этой монеты. Две из них несут на себе дату, поставленную славянскими буквами, другие две – арабскими цифрами. По исполнению портрета варианты отличаются между собой наличием и отсутствием инциалов – это буква «H» в рукаве, исполнением венка на голове императора, может быть, как с ленты, так и без, и некоторыми незначительными отличиями в чертах лица и элементах одежды Петра. В 1710 году несколько видоизмененные рубли этого мастера имеют существенное отличие лишь по гербовой стороне. Дата арабскими цифрами располагается над правой головой орла. Французский художник, гравирур Соломон Гуэн, превзошел своего коллегу в плане плодовитости. Уже с 1701 года он гравирует портреты императора на паутинах, а в том же седьмом году, когда чеканится монета с портретом Гаупта, из-под его руки выходит рубль более стилистически изысканный, чем у саксонского мастера. Но основная масса чеканки гуэновских рублей приходится на 12-й год. Каталоги отмечают четыре разновидности, незначительно отличающихся между собой в мелочах. Рубли тех лет – нечастые экземпляры в кладах. И дело не только в их малотиражности. Неохотно народ откладывал про запас монеты, чеканенные в 1712-14 годах. И неудивительно, по существу это были самые низкопробные крупные серебряные монеты за всю историю Российской империи. Кстати, существует рубль, весьма и весьма редкий, датированный 1714 годом, с особым портретом, стилистически очень схожим с работами Гуэна, но имеющий более четкую доработку и более подробно и правдоподобно передающий изображение Великого Петра. И практически все экземпляры этого рубля имеют интересную особенность – передатировку последней цифры 3 на 4. И есть гипотеза, что этот рубль выдавался в качестве наградного в честь победы над шведами в морском сражении у мыса Гангут. И раз уж мы скользко заговорили о наградах, то нельзя не отметить, что Гуэн с Гауптом вполне плодотворно работали не только по отдельности, но и совместно. Известны наградные медали, например, за Полтавскую битву 709 года, где автором Аверса выступает Соломон Гуэн, а автором Реверса – Герхард Гаупт. На этом первая часть краткой истории рублевых портретов подошла к концу. Продолжение смотрите в ближайших выпусках. А пока ставьте лайки, общайтесь, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал. У нас много интересного. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok